Оглянитесь вокруг и вы почти наверняка увидите человека, уткнувшегося в свой гаджет, мобильный телефон, планшет или ноутбук. В зависимости все, от мала до велика. В опасности также все, точнее глаза всех. Но особенно негативно такое увлечение влияет на органы зрения еще не сформировавшиеся детей и подростков. За счет того, что глазное яблоко не успевает созреть, а оно получает информацию из световых источников, идет ухудшение остроты зрения. Во-вторых, именно использование гаджетов бездумно идет в подростковом возрасте, когда дети растут и вырабатывается гормон роста. Гормон роста действует еще и влияет на глазное яблоко. За счет этого растет глазное яблоко, а вместе с ними близорукость. Доктора бьют тревогу. Болезни глаз молодеют. Все чаще нарушения зрения фиксируются у младших школьников, которые учебников с уроками еще как следует не видели. Зато с малых лет большинство современных детей умеют пользоваться различными электронными устройствами. Само по себе это неплохо, всего лишь отражение времени, однако во всем надо знать меру. По правилам это было и есть, и никто его не менял, что гаджеты можно давать детям с 10-12 лет на 10-15 минут в день. Не часы, а в день. Это разрешено и в 10-12 лет. До этого возраста вообще нежелательно ими пользоваться, не то что какое-то ограниченное время. Использование компьютера тоже должно быть ограничено. Это как для взрослых, так и детей. Еще десятилетия назад в перечне советов, как сберечь зрение, лидирующие позиции занимали правильное питание и, к примеру, прием витаминов. Сегодня, безусловный, лидер один. Отложите в сторону ваши гаджеты. Чаще отходить от компьютера, больше гуляйте на свежем воздухе, делайте гимнастику для глаз. С помощью зрения человек получает порядка 80% информации из окружающего мира. Разве это невеский аргумент, чтобы относиться к глазам как можно бережнее?